Многие туристы, особенно с детьми, приезжая в Турцию, помимо привычного моря, хотят разнообразить свой отдых и порадовать ребенка, отправляясь в аквапарки. Сегодня проведем экскурсию по имеющимся аквапаркам во всей Турции. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Попискаемся. Во всех аквапарках Турции у каждой горки сверху вниз работают спасатели. Всегда в наличии имеются медработники. А также каждый аквапарк включает в себя камеры хранения, сейфы для ценностей, кабинки для переодеваний, а также душевые и часто фен в комплекте. В большинстве аквапарков все эти удобства входят в стоимость билета. Итак, начнем с города Стамбул. В Стамбуле присутствуют два аквапарка. Один из них называется Аквадельфин, а другой Виолант, также известный как Исфанбул или Диснейле. Аквадельфин работает в летний период с 9 до 7 вечера. Цена для женщин в 2022 году составляет 180 лир, для мужчин 200 лир. Дети с 5 до 12 лет платят 100 лир, до 5 лет вход бесплатный. Сайт вы можете видеть здесь, где можно посмотреть адрес и общую информацию, а также как добраться. Аквадельфин расположен в европейской части Стамбула в районе Синьюр, пешей доступности от озера Кучук Чекмеджи. Аквапарк очень большой, за раз смещает в себя 3000 посетителей. Что же там внутри? 12 водных горок, как спокойных, так и для любителей острых ощущений, в том числе детские горки в наличии. Большой дельфинарий с дельфинем шоу, где можно пофотографироваться и покупаться с дельфинами. 5 бассейнов, большой, волновой, семейный, корабельный и 2 детских. В аквапарке регулярно проходят развлекательные программы в виде живой музыки звезд турецкой эстрады. Много фудкортов под открытым небом и ресторанов внутри помещения. Добраться можно от района Султан Ахмет на общественном транспорте, на скоростном трамвае Т1, до остановки Хасыки, там пересесть на автобус 76Е и ехать до остановки Видат-Алтунсокак. А дальше идти пешком. Путь займет 130 минут. Или на такси за 45 минут. Второй аквапарк – Виоланд. Второе название – из фанпул или Диснейленд. Это не только аквапарк, а также много тематический парк. Работает он ежедневно с полодиннадцатого до полдесятого вечера. Сам аквапарк работает лишь в летний период. Цена билета в 2022 году для иностранцев стоит 839 лир. С наличием ВНЖ – 249 лир. Находится он в самом центре европейского района Июб. Сайт можешь видеть перед собой, где можешь посмотреть полную информацию. Внутри аквапарка расположена горка в виде бурной горной реки, на которой гости падают на плотах аж 700 метров. А также американская горка, игровая часть в виде джунглей, путешествия по древнему Константиноплю, сафари в туннеле, 5D кинотеатр. А также множество аттракционов, футкорты, замок для детей со сказочными и мультяшными персонажами и одноименный торговый комплекс для любителей шопинга. Кстати, где еще пошопиться? Смотри, вот здесь. В этом парке развлечений для детей значительно больше, чем для взрослых. Поэтому очень удобно туда ездить именно с детьми. Располагается аквапарк недалеко от парка «Миниатюр» и «Золотого рога». А рядом находится дельфинарий. Микрорайон называется Ейшипинар. Из Токсима в Ейшипинар каждые полчаса едет автобус номер 949Т. От причала Еникапы автобус М939Д. И от Еминьону номер 947. А также из Шишли автобус 49И. При развлекательном центре из Фандул работает 4-звездочный отель. В летний сезон цена номера на троих не низкая. От 277 евро в сутки. Но кто себе может это позволить? Очень удобно останавливаться прямо в этом отеле и рядом сразу же аквапарк. Следующий город в нашем списке это Кушадаси. Аквапарк «Аквафэнтези» находится в 8 километрах от центра Кушадаси и в 80 километрах от города Измир на территории одноименного отеля. Аквапарк работает с мая до октября. Сама же открытая зона с водными развлечениями с середины июля и весь август с 10 до 5 часов дня. Что же по ценам? До 3 лет дети проходят бесплатно. Детям с 4 до 9 лет вход стоит 250 лир. И дети с 10 лет и взрослые вход стоят 295 лир. Официальный сайт ты можешь вот здесь вот увидеть. Внутри аквапарка располагается 14 взрослых горок и 7 детских горок. Три бассейна, один из которых волновой, другой подходит для детей и выполнен в виде неглубокого голубого озера. А также имеется бассейн для взрослых с джакузи. Присутствует имитация реки вдоль парка, на котором можно вместе с детьми релаксируя спускаться на надувных лодочках, наслаждаясь видами природы вокруг. Имеется искусственный пляж с пляжным волейболом, полоса препятствий с томатной дорогой для детей над бассейном, детская зона бассейна с небольшими горками, грибками со стекающей водой в виде мини-водопадов, пиратским кораблем с водными пушками, сказочными животными. Пиратский водопад для детей, кафе, бары, рестораны. Приносить свою еду и напитки запрещается. Также в этом городе располагается аквапарк Адалант, крупнейший в Турции комплекс водных развлечений. Расположен он в 7 километрах на север от центра Кушадасы. Работает с 1 мая по 1 октября. Стоимость входа для детей до 4 лет бесплатная. Дети от 4 до 9 лет 17 евро. И взрослым вход стоит 24 евро. Цены в дельфинаре в этом аквапарке такие же самые. Внутри располагаются аж 24 горки разного уровня и сложности, в том числе и детские. А также имеется в наличии ленивая горка для релаксации, различные бассейны, джакузи, водопады и трасса для рафтинга. В 16.00 на большой танцевальной площадке устраивается вечеринка под дождем с зажигательной музыкой, танцами, брызгами воды. Еще в пенную вечеринку вели бы вообще огонь. На территории пляжа имеется также пляжный волейбол, аэрохоккей, боулинг. Для детей бассейн с мини-горками, фигурками морских зверушек, фонтаны, пиратский корабль. Также, когда ты уже накупался, то сможешь сходить в различные кафе, рестораны, в которых имеется также и детское меню. Рядом с аквапарком расположен также и дельфинарий, где каждый день, кроме понедельника, проходят выступления дельфинов и морских котиков, после которых можно познакомиться с животными поближе, пофотографироваться или даже с ними поплавать. Еще имеется услуга подводное плавание с маской и трубкой в морском парке, где предлагается понаблюдать за подводным миром. На территории парка еще находится лагуна Кораллового рифа, где обитает огромное количество редких разноцветных тропических морских рыб. Также здесь еще можно увидеть бассейны с безобидными скатами и акулами, понаблюдать, как они обитают в среде повадками. Вот здесь ты можешь увидеть официальный сайт, там вся подробная информация есть. Добраться туда можно или на такси, или на маршрут. Следующий город Алания. Здесь тоже располагается несколько аквапарков. Один из них Сиалания Си парк. Является он больше интерактивным аквариумом. Внутри предлагают поплавать с дельфинами и трофическими рыбками среди коралловых рифов. Там 15 бассейнов разных размеров, бассейн с маленькими акулами, за которыми можно понаблюдать, бассейн со скатами, которых можно погладить, и тропический пляж с искусственной рекой в 300 метров. Также предлагается к услугам детский пляж с горками, кафе, бары, рестораны, если ты проголодался после долгого продолжительного водного развлечения. Рядом с аквариумом расположен дельфинарий, где два раза в день проходит шоу с участием дельфинов и морских котиков. Выступления достаточно длительные и длятся около часа. По окончанию шоу программы все желающие могут пофотографироваться с дельфинами и котиками, а также за отдельную плату поплавать с ними. Работает этот аквапарк исключительно летом с 10 до 5. Посещение для детей до 3 лет будет бесплатным. Дети с 4 до 9 лет платят 45 евро, старше 9 лет и взрослые по 55 евро. Если ты хочешь посетить сразу дельфинарий и морской парк, то просят отдать 50 евро для детей с 4 до 9 лет, а остальным по 65 евро. Дети до 3 лет бесплатно. Плавание с дельфинами включает отдельную стоимость 100 евро. Стоимость билета в морской парк включен в полный пакет всего, что есть в этом парке и даже обед с тремя вариантами меню. Отдельно лишь просят оплатить фото и плавание с дельфинами. Посещение бара и кафе также согласно стоимости в меню. Официальный сайт смотри перед собой, заходи и ознакомься с полной информацией. Следующий аквапарк это Аланьи аквапарк. Такое незамысловатое название. Это аквапарк небольшого размера, всего 17 тысяч квадратных километров. И рассчитан он в большей степени именно на детей. Внутри расположено 11 горок, два бассейна, один из которых с искусственной волной. Аттракцион рафтинг, мультислайды, скоростная горка. А также есть рафтинг для детей. Для малышей в аквапарке Аланьи оборудован отдельный бассейн с маленькими безопасными горками и фонтанчиками. Также на территории аквапарка расположено множество фудкортов, а также кинотеатр. Работает он круглый год с 10 до 17 часов. Однако в период, когда погода не позволяет, открытые водные развлечения могут быть закрыты. Цены на билеты взрослые стоят 250 лир, дети 200 лир. Если идти большой компанией, то делают скидку. Скидки начинаются от 10% за двух взрослых и до 50% за ребенка. Официальный сайт наблюдаешь перед собой, где можно узнать подробные часы работы, время их работы по сезону, а также что находится внутри, как добраться и заказать трансфер. Добраться можно несколькими способами. Это такси или купив экскурсионный тур в туристическом агентстве. Но дешевле всего доезжать на долнушах. Это такие маршрутки из курортных поселков, следующих к Валанию. Третий аквапарк расположен в этом городе. Water Planet Aquapark Resort. Находится он на территории отеля. Для постояльцев вход бесплатный, что удобно, конечно. Для остальных предлагают отдать 30 баксов. Дети до 5 лет бесплатные. Внутри находятся 16 горок водных аттракционов. Бассейн с искусственной волной, искусственный канал для рафтинга длиной 300 метров за дополнительную плату. Тарзанка также предлагается дополнительную плату за нее отдать, а также 4-полосный спуск. Для детей оборудована отдельная небольшая зона с неглубоким бассейном и 8-ю безопасными водными горками. Работает этот аквапарк с 1 мая до 1 ноября, с 10 до 6 вечера. На официальном сайте можно также ознакомиться с полной информацией. Добраться можно на такси или купив экскурсионный пакет в туристическом агентстве. Как правило, в такие пакеты входит трансфер в оба конца, входной билет, обед в кафе в аквапарке. На Далнушах добираться дешевле всего, следующих из Алании в Анталию до поселка Огурджалар. Остановка за отелями Grand Granada Luxor и Vigingen Quality Resort and Spa. Затем 500 метров пешком или на такси. А также аквапарк предлагает бесплатные автобусы из поселка Моногафта и Алании. С расписанием автобусов и пунктометр отправления можно ознакомиться прямо на сайте аквапарка. Следующий город в нашем списке это Бодрум. В нем имеется аквапарк Ортокент площадью около 40 тысяч квадратных метров. Сам аквапарк находится на окраине Бодрума в районе Ортокент на главной магистрали напротив супермаркета метро. Расстояние от центра города составляет около 8 километров. Внутри имеется 24 водные горки, бассейны взрослые и детские джакузи, водные велосипеды, карусели и качели. Имеется детская зона с неглубокими бассейнами в 400 квадратных метров с аттракционами и выливающейся водой. После обеда проводится пенное шоу, постоянно фоном звучит какая-нибудь музыка. Вечером проводятся дискотеки и концерты. В аквапарке имеются аниматоры. После того, как вы наплескаетесь, нагуляете аппетит, на территории аквапарка имеются различные бары и кафе с наличием детского меню. На входе вам выдадут водостойкие смарт-браслеты, на которые загружаются деньги. И на территории парка оплата всех услуг производится именно этим браслетом. Не использованные же средства после возвращаются в ванна на кассе. Свою еду и напитки проносить запрещено. А так ставьте, там есть еще и тату-студ. Да, если хотите, пусть и хвалуют, вам дорога туда. Аквапарк работает с конца мая по начало октября с 10 до 17 часов. Сами горки работают с 11 часов утра. Цены на билеты здесь скромные. Дети до 6 лет проходят бесплатно, а взрослые за 80 лир. Официальный сайт ты можешь вот здесь посмотреть. И добраться до аквапарка можно несколькими способами. В аквапарке имеется бесплатный автобус, который ежедневно курсирует из центра Бодрума, Бетеза и Гюнбета. А также раз в неделю ездит из Тургут-Троиса. Либо же можно на такси или с помощью трансфера при покупке экскурсионного тура в аквапарк в одном из местных туристических бюро. Ну и, конечно же, на Далмуше. Следующий город в списке это Кемер. Называется аквапарк Доусу. Работает он в теплое время года с 10 до 5 вечера. Ценит здесь тоже не особо высокий. Дети до 5 лет бесплатно. С 6 до 11 лет 107 лир. Взрослые платят 179 лир. Внутри имеются 17 горок для взрослых и 9 для детей. Бассейны, аквариум, где можно поплавать с морскими котиками. Для детей до 7 лет услуга бесплатная, что очень удобно. А также имеется на территории дельфинарий, где есть возможность поплавать уже с дельфинами. В аквапарке предусмотрена обособленная детская зона для детей до 7 лет со сказочными турецкими героями. Крытые и пляжные. Тут фудкорты, парковка, бесплатные сейфы, кабинки, душевые и лежаки. Официальный сайт перед тобой. Заходи и получай полную информацию. Добраться до этого аквапарка можно так. Возле часовой башни в Кемере нужно сесть на автобус. Следующий до Кириша. Он проезжает как раз возле этого аквапарка. Следующий город в нашем списке, который тебя наверняка заинтересует, это Анталия. В Анталии находится аквапарк Акваленд. Он располагается в западной части Анталии, рядом с пляжем Конья-Алты. И в сторону выезда в Кемер. Этот аквапарк работает с 1 мая по 10 октября с 10.00 до 18.00. Внутри имеется 8 экстремальных горок для взрослых, в том числе ленивая река для релаксации. Детская зона с детскими горками, водопадами и пещерами. Бассейн с джакузи. Дельфинари с дельфинами и тюленями. Рядом с аквапарком находится аквариум, парк аттракционного Адатюрки и парк миниатюр. Цены на билеты не низкие. Дети до 5 лет проходят бесплатно, остальные проходят за 500 лир. Официальный сайт вы можете увидеть вот здесь. Добраться до аквапарка можно на такси или купим экскурсию в любом туристическом бюро курорта. Стоимость, как правило, впрещен трансфер в оба конца, обед на территории парка и входной билет. Самый же дешевый способ добраться до аквапарка на Далмуше из курортных поселков до Анталии выходить на остановки Мигрос. Если же ты отдыхаешь в Мурморисе, то там тоже есть аквапарк. Аквадрим водер парк называется он. И работает он круглый год с 10 до 6 вечера. Для детей до 4 лет вход, как обычно, бесплатный. От 4 до 10 250 лир, остальным 350 лир. Внутри аквапарк разделен на верхнюю и нижнюю части, где внизу находятся бассейны для взрослых и детей, а наверху горки. Всего насчитывается 9 взрослых горок. Основное направление – детские развлечения. Внутри аквапарка имеются два бассейна с пресной водой, один из которых с искусственными волнами. Также расположены фудкорты для проголодавшихся. Официальный сайт «Наблюдай перед собой», заходи и знакомься с полной информацией. До аквапарка можно дойти пешком по центральной улице Мармориса, двигаясь в сторону супермаркета Мигрос. По правую сторону будет аквапарк. Никуда ехать даже не придется. Если заказывать экскурсию через агентство, то предоставляется бесплатный транспорт из отеля. Помимо этого аквапарка, в Марморисе есть еще один – «Атлантис Ватер Парк», который работает с 15 мая по 15 октября с 10 до 17. Дети до 5 лет ходят бесплатно, с 5 до 12 – 190 лир, с 12 лет и взрослые – 270 лир. При покупке билетов онлайн стоимость на 30% дешевле. Особенностью этого аквапарка является то, что он имеет собственный выход к морю с благоустроенным пляжем, что очень удобно. 8 больших горок – большой бассейн с искусственными волнами для любого возраста. Мелковолновые бассейны для самых маленьких, с горками в виде сказочных персонажей и горок труб. Также имеются грибочки и лесенки. А также в бассейне установлен большой гриб, создающий тень для детей, чтобы тени обгорели. На территории расположен мини-гольф. Кстати, любим, да, мини-гольф? Обожаю. Это круто. Попробуйте поиграть, но и вам понравится. Бесплатная услуга подогрева детского питания. Также множество фудкортов. Официальный сайт перед тобой. Добраться можно, заказав бесплатный трансфер из отеля до аквапарка заранее. Следующий город аквапутешествия – это Петхие. В нем имеется аквапарк «Султанс Аквасити». Работает он с 15 апреля по 30 сентября. И внутри его располагаются две тубы трубы. Бассейн для плавания, детский лягушатник с горками, фонтанчиками, грибочками. Футбол, водный хоккей, бильярд, теннис. Когда ты уже проголодаешься, для тебя представлены различные фудкорты. Также там работают аниматоры. В нем не бывает очередей. И подходит он для детей от нуля лет. То есть вообще любому человеку подходит. Очень детский аквапарк. Очень детский аквапарк. Стоимость билетов в дети до 5 лет проходят бесплатно. Дети от 5 до 15 лет проходят за 250 лир. И для взрослых билет стоит 300 лир. Сайт ты можешь увидеть вот здесь вот. Сам аквапарк располагается в северо-западной части Петхие. Близ пляжа Чалыш. Ну все, о нем больше нечего рассказать. Так, следующий город это Белек. Там располагается The Land of Legends. И является частью тематического парка. Одноименного. Это огромнейшая территория, куда стоит отправляться прямо на целый день. Я бы такой сама сейчас целью. Мне вот это понравилось больше всего. Название интригующее. Был, а это флэдж. Да, вообще такая круто. Внутри расположены 8 бассейнов с определенной концепцией. И это очень интересно. Один из которых это подводная комната со стеклянными стенами. Другой искусственный водоем, который вполне правдоподобно воспроизводит поведение настоящего океана. Для самых маленьких гостей оборудован детский бассейн, в котором нет ограничений по росту и возрасту. Имеется дикая река, где можно прокатиться через весь парк в надувной лодке. Следующий бассейн это бассейн, где от тебя требуется лишь расслабиться и плыть по течению по воде или под водой. Глубина бассейна всего 110 сантиметров. Следующий бассейн называется Activity Pool и считается главным бассейном аквапарка, который часто используется для проведения особых мероприятий. Есть интересный бассейн для детей, которые любят проводить время в воде и их оттуда не выгнать. Максимальная глубина всего 25 сантиметров. Бассейн, где можно пройтись по морскому дну на глубине 4 метра в специальном шлеме. Также расположены взрослые и детские горки. Их не очень много, но они очень интересны, как детские, так и взрослые. Имеется бассейн для искусственного серфинга. Проводится регулярно представление с животными. Можно понаблюдать за тиграми, у которых есть свой бассейн. Тигры даже есть в бассейне. Подводное сафари для взрослых и детей с 10 лет. Работает он ежедневно в теплое время года с 10 до 17. Вход, конечно, не самый дешевый, но развлечение того стоит. Дети с 4 до 11 лет 60 долларов. Дети с 12 лет и взрослые 75 долларов. Пляжная кабинка и сейф здесь, к сожалению, за отдельную плату 56 лет. Каждый гость получает электронный браслет, который работает по системе электронного кошелька. На него прямо в кассе можно положить денежные средства и все покупки на территории парка оплачивать именно с помощью этого браслета. Остаток вы возвращаете на кассу в турецкий клирок по окончании отдыха. Официальный сайт перед вами. Заходите, знакомьтесь. Добираться до этого парка можно на городском автобусе из любого района Белека. Есть также трансфер от отелей. Если едете автомобиля, то из Анталии по трассе Д-400. Время поездки составит всего 30 минут. Во многих аквапарках действует скидка при покупке билетов онлайн и почти все принимают карты мир на сайте, что очень удобно для туристов из РФ. Поэтому, если решите посетить аквапарк, то рассмотрите вариант покупки именно онлайн, сэкономите средства на еду. Из всех перечисленных аквапарков круглый год работают лишь два. Аквадрим ватерпарк в Мармариси и Алани Аквапарк в Алани. Но очень часто такое бывает, что часть горок, часть всего закрывается, если погода будет не позволять ими пользоваться. Поэтому часы работы перед посещением лучше проверять прямо на сайтах аквапарка. Совсем крытых аквапарков во всей Турции не нашлось. Все они готовы открывать свои двери для посетителей лишь в теплое время года. В редких случаях при отеле может работать одна несчастная горка в зимний период. Но, по нашему мнению, аквапарком это уже не назовешь. Турки считают, что зимой лучше посещать хамам и массаж. Так что, если тебе хочется ехать на отдых именно в аквапарк, следует выбрать для этого именно летний период времени. Ну вот, мы попытались собрать для тебя максимально полную информацию по аквапаркам в Турции. Я думаю, это заслуживает лайка. Раз уж ты там внизу, то сразу подпишись и оставь комментарий. Если возникают какие-то вопросы, можешь написать комментарий, мы на них ответим. Всем до свидания. Пока. Про аквапарки заговорили, пойду-ка я на крышу в бассейн сгоняю. Субтитры сделал DimaTorzok